МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каникулы вслепую приблизились к своему экватору. Прошедший день был одним из самых напряженных и ярких для участников проекта. Это однозначно был лучший день в моей жизни. Ребята встретились лицом к лицу со своими страхами. А вечером к ним в гости пришел не просто генерал, а министр МЧС. Вот это номер, конечно, да. Участников снова стало меньше. Команду покинул Максим. Кто же будет следующим? Финал все ближе. Первую ночь у меня что-то снилось, побывал на проекте. Хорошо спалось. Но только что единственное, под утро, когда уже стало светать, все было очень влажно. Чувствовалось влажность. И даже когда я вышел из палатки, видел, как вот эта роса крупными каплями покрывала все поле. Зеркало наше, оно полностью было запотевшим. То есть влажность чувствуется. Но уже привыкли. Побыв столько, проспав, с каждым днем становится все легче и легче. Вот, а когда суки есть, нужно стараться, чтобы раскол пошел. То есть вот так бить нельзя, потому что ты попадешь на суки, и он дальше не пойдет. Ясно. Посмотри, вот так вот бьешь, ты вот и корпус наклоняешь туда. И руки вытягивай. Ага, хорошо. То есть чтобы не вот так было, а чтобы топор был под продолжением твоих рук. Ага. Ты поставь сначала, чтобы расстояние хорошо выбрать. Все, все в центр. Все. Видали, как я рова подрубила? Топ-топ. Дрова порубила. Вот еще раз. Доброе утро, спасатели. Доброе утро. Строится на утреннюю физическую зарядку. Отложили все дела. Все, сейчас. Последний рывок. Все. Да, Рома Гамеза снова опоздал на построение. Я до сих пор не могу понять, почему Рома Гамеза свои ошибки никак не устраняет. Ром! Где пятый? Откликнуться может он оттуда? Как-то коллективное воздействие не очень. Рома, вы же второй раз не попадаетесь. Прекрасный, я понимаю. Прекрасный, я понимаю. Прекрасный, я поднялся. Но тем не менее. Еще одно вам замечание. С мочевым пузырем мне жить всю жизнь, а на проекте еще максимум неделю. По старому маршруту на Ликву. Бегом марш. Веселей, веселей. Соскучились. По пробежке? Да не очень, если честно. Ты же хотела утром. Один кружочек хотела. Нет, так может и будет один. Ну, да, точно. С Вадимом чем-то один. Стопудово. Я наконец-таки окончательно осознал, для чего я здесь. Как бы это ни было очевидно. Роман, не отстаем. С энтузиазмом пять кругов, без энтузиазма десять. По всей видимости, я здесь для того, чтобы оторваться с мира собственных иллюзий. Но в том плане, что после некоторых драматичных событий жизнь моя приобрела оттенки, свойственные книжным страницам и кадрам кинохроник. Рома здесь счастлив. И он здесь раскрывается. С каждым днем все больше и больше. Все, тупым дышим. Побежали в лагерь. Давайте. Обычно на утренних пробежках ребята находили подсказки для будущих испытаний. Но сегодня ничего не произошло. Почему? Ответ знает Вадимыч. Вам привет от вчерашних летчиков-парашютистов аварийно-спасательного учреждения авиации МЧС. Вчера вы ознакомились немножко с такой стихией, как воздух. Сегодня вам предстоит еще лучше освоить эту стихию с помощью такой вот вроде нехитрой детской забавы, как... Змей. Змей. Еще недавно они не знали друг друга. Такие разные жители сети. Они не должны были встретиться в реальной жизни. А сегодня они команда спасателей. Их было 10, но до сегодняшнего дня дошли только пятеро. Кто покинет команду сегодня, знает душа. Когда Вадимыч дал вам задание покорить небо, это, наверное, было одним из самых радостных заданий. Потому что бумажный змей это задание из детства. Желтую возьмем. Мне сразу понравился воздушный змей в виде шмеля. Я вообще знаю, что шмель это существо такое насекомое, которое летает вопреки законам физики. Я мне предоставил Виталик право выбора. Я выбрала желтого змея. Он такой был большой, красивый, улыбался. Думаю, хорошее будет утро у нас с улыбкой на воздушном змее. Ты мне зеленую дашь? Безумолно. Коля, это твой любимый цвет. Ну да, это мой любимый цвет, просто вот как цвет. Я не знаю, что я в одежде люблю. Я люблю его как символ, как символ денег и мира. Вот так. Я чувствую, что можно расслабиться, потому что каждый день начинался с того, что нужно сосредоточиться, нужно по максимуму выжать из себя, силы физические. А тут просто сказали, пустите змея. В детской забаве каждый из участников увидел свой смысл, но особенно это оказалось важным для Романа Ковалевского. Я воспринимаю запуск змея как терапию. как терапию. У меня это была чисто такая терапевтическая акция, потому что вчера наш проект покинул зло и все, что я связывал негативно, что происходило у нас в коллективе, это ушел Максим. Я запущу и весь накопленный негатив улетит в небеса вместе с ним. Дай я подумаю. Вот смотри, вот дырочка. Я очень долго умоляла этого змея взлететь. Мои молитвы были неуслышанными, змея не взлетел, но ничего. Мы его лечили и лечили как могли. Там Виталик очень сильно мудрил, послал Наташу за нитками, мастрели как могли, но он все равно не взлетал. А мой уже весь был укомплектованный, мне повезло. Лететь! Отпускай веревку, Дина! Веревку раскручивай! Да, я ощутил себя ребенком. Это Пикачу. Это Пикачу. Мне не хватает вернуться в то состояние, в которое у меня было в детстве, когда мой мозг был не испорчен стрессами, работой, которая тебе не нравится, с алкоголем, с сигаретами, когда у меня было чисто открытое сознание. Ну, у нас вообще-то крокодил. Когда я видел предметы и окружающую природу, и обстановку, и людей такими, как и они есть, а не надуманными гигантскими конструкциями, которые только усложняют жизнь. Когда ты даришь какому-то пусть и предмету ощущение полета, это уже что-то здоровское. Так мы можем видеть это только у птицы, у звезд, а тем не менее это потрясающе. У меня эти лечения воздушные змеи заставили ребят впасть в детство. А тем времени в лагере многое изменилось. новое утро на проекте принесло участникам ощущение полета и детские эмоции. Роман Ковалевский отпустил воздушного змея, а с ним свои страхи и обиды. День начался эмоционально. Посмотрим, как он завершится. Что, стирать надо? Опять пустя мба. Мы вернулись в лагерь и увидели на наших сушилках не наши вещи, не наши платья, не наши мантии, не наши костюмы и шляпы. Мы будем делать кукольный Чур, это мое белое платье, моя корона. Я сразу застолбила это белоснежное прекрасное платье, оно мне пришло так в пор. Прямо на меня сшили. Вы уже продемонстрировали ловкость, логическое мышление и мудрость. Это вам позволило пройти огонь и воду. Сегодня вас ждет новое испытание и для его прохождения прежних качеств недостаточно. Вам придется встретиться с детством, чтобы найти новые силы. Творческих успехов! Я поняла, по крайней мере, что ставить мы будем сами, нам надо будет придумать пьесу. В принципе, меня костюм медведей не расстроил. Меня наоборот больше радует то, что в который уже раз мне достается что-то последнее и это уже что-то определенное. Нельзя пожаловаться на погрешность собственного выбора и можно действовать согласно определенному плану. Ну, пошла я превращаться в невесту. Ну, просто мне очень понравилось это было снежное платье. Я себя не вижу сейчас вдруг. Вдохни. Оно выдохнуло. Максимально. Ну и пусть что наша принцесса не была канонически с осиной талии, с какими-то там покатыми плечами, еще с чем-то. Она была принцессой сама по своему собственному самоощущению. Это самое главное. Мантия невидимка. О, Господи. Так, не погрызите. Секунду мне стало реально страшно. Что касается костюмов, я считаю, что по-другому распределить их, наверное, было невозможно, потому что я не представляю себя Наташу в роли принцессы, не представляю Дину в роли ведьмы. Каждый подобрал костюм по себе. Теперь нужно придумать сказку и быть готовым показать ее маленьким зрителям. Ну, начала я, потому что у меня сразу появилась идея интерактива с детьми, что давайте сделаем так, чтобы дети не сидели на месте, потому что я, в принципе, дети мне близки, по духу, по работе, по интересам. Из ведьмы такая злая, и вы такие, ну что ж ты такая злая, а потом такие, типа, дети, помогите, сделайте из ведьмы доброй, потом вот я превращаюсь в тебя, в такую принцессу. Так смотри, вот если ты предлагаешь интерактив, пусть детки помогают каждому из тех героев, которые помогают спасать принцессу, расколдовать ее. Погода была прекрасная, принцесса была ужасная. Днем во втором часу заблудилась принцесса в лесу. Ведущий один нужен, который будет объявлять. Я был лесным мудрецом, которому, ну по идее, по нашей задумке, дети должны были прийти с Человеком-пауком за советом и за практической помощью по одолению злой колдуньи, которая заколдовала принцессу Машу. То есть я превратилась из тебя в себя? Да. Вот и превращение. Детки офигенные. Ты же так накормили. Скажут, нет, лучше бы ты оставалась злой. Виталик похож на Супермен. Ну да, черепашки ниндзя же метр шестьдесят где-то были. Вот и Виталик тоже. Наташа, когда убегает, я там за ней закрываю, чтобы вообще дети не видели, что это происходит как будто напало. Они будут в плаще. А ты прийти и потом встаешь такая из меня. Да, ты тоже будешь в плаще, он живой, как развязывается. ты скинула, такая, здравствуйте. Хеллоу. Сказочные герои пока не могут ужиться друг с другом. Сказка не сказывается. Нужно придумать, как ведьма изобразит колдовство над принцессой. Это насилие волшебное. Насилие волшебное, прям звучит, звучит. Как у себя это представляете? Ну вот иду, и так. Нужно, чтобы она что-то сказала. У нас возникало столько идей, столько каких-то сторонних толкований нашего сюжета, столько всевозможных разночтений, что нельзя было не довести весь сценарий до полной четкости, потому что все мы по-разному понимаем этот сценарий абсолютно. Мы начали как-то прописывать наши роли. Детки, вам жалко принцессы? И они такие, да, вы поможете? Нет! Быстренько прописали фразы, с чем нам тоже помог Рома Гамеза. Тут он, конечно, был силен, ничего не скажешь. Он сразу нам подбивал, если где-то какая-то рифма «Рома, помоги!» Он сразу помогал. Да, тут Роме был плюс, это его было, я думаю, вообще сегодня сказка, это было его. Слушайте, а если, короче, у меня есть идея, а если вы будете, я говорю, заклятие такое сильное, что могу расколдовать ее только я, и вы такие, ну тогда нам надо значит ведьму превратить в добрую волшебницу, чтобы она сама захотела расколдовать нашу принцессу, и там что-нибудь. А что может ее спастить? только любовь. Обнимашка. Мы все-таки быстро-быстро обнимаем, обнимаем, обнимаем. А до этого мы сначала ее силой валим, да? Не надо меня валить, давайте просто стоя вы будете подходить. После первой репетиции ребята взяли обеденную паузу, но на кухне было неспокойно. На этот раз есть что сказать Дине. Ну я плохо себя чувствовала вчера, и легла раньше спать. И сегодня утром я была уверена, что все позавтракают плотно этими оставшимися щами этой капусты вареной с хлебом, и это будет сытно. Я говорю, где хлеб? А мы вчера, говорит, у костра его покушали с сахаром. Сахар распысловала, все хорошо будет. Я видела какой-то вот такой кусок хлеба. Это все круто, конечно. Ты сидишь, разговариваешь о костра, бла-бла-бла, и тебе хочется. И все поддержали. Говорят, да, ну давай поедим с хлебом, с сахаром. Вкусно. Я понимаю, что у людей нервы, тяжелые испытания, всем тяжело. Но классно подумать только о себе, что ты прямо в эту минуту хочешь хлеба с сахаром, вот толить свое желание. А то, что завтра ты будешь есть, ты и подумал. Днем ранее, когда в команде было еще шесть человек, ребята поужинали, забыв про Дину, которая кормит команду с первого дня проекта. Макс, хлеб будешь? Хлеб будешь? Конечно, буду. Я себя реально за это целый день корю, за то, что я вчера не отстоял куска хлеба Дине, потому что я реально упустил этот момент, в общем-то, когда мы, ну еще хотя она бодрствовала, я съел кусок хлеба, и Макс. Ромка отбирает Дины в кухню, ну да, а то Дине, наверное, уже понадоело за нами. Мы тарелки и готовились. В первый день, когда было десять человек, они были рады и счастливы этому супу из капусты, картошки, переперченому. Все ели, всем было вкусно. Ребята были благодарны. Сейчас, когда уже команда вообще просто вот до минимума, у каждого начинаются свои вкусы. А тут бас, и я обидеться могу. Просто ребята не замечают и думают, что мне это все в кайф. Потому что я такая вся летаю, класс, вся в удовольствии. Думаю, вот бытовуху все на себя возьму, еще на испытаниях тут первой прибегу. Но это нереально, это невозможно. А ведь новое испытание совсем скоро. И на нем понадобятся силы и слаженная работа всей команды. Мне хочется, как принцесса Диана мне на автомате что-то говорила. Но никак не принцесса Маша. Каникулы вслепую продолжают пятеро из десяти участников. Этим утром команда вернулась в детство. Летит крокодил! И получила новое задание придумать сказку для малышей. Дина устала от готовки на кухне и белое платье принцессы должно помочь ей переключиться на другие эмоции. Это была репетиция. Испытание впереди. Я думаю, что мы уже вплотную подошли друг к другу на критическую дистанцию. Несмотря на то, что над нами висит бремя конкурентной борьбы, нам еще просто есть стоит поучиться доброму, простому отношению друг к другу. Без витиеватости, без второго дна. Просто вот буквально я не знаю, человеческому теплу. И вот, кстати, я это первое, о чем я вспоминаю каждое утро, что вот мне хочется обнимашек и добра. Ребята соскучились по музыке, но у водителя для них нашлась только одна песня. полоска не будет. Я никогда поверил. Нет, отлично, отлично. Это будет гимн, это будет гимн нашей вечеринке, это будет гимн нашего надеселения здесь в лагере. Потому что самые такие веселые мероприятия проходили по этой песне. Перед тем, как ехать на проект, я проставлялась на работе за отпуск. И там лежал вот виноград и ребята, вот мы ели в виноград и кто-то подошел к моему компьютеру и врубил эту песню. То есть я уже сюда на проект ехала с этой песней. Это песня? Всегда приходится в эту песню. Всегда стараюсь искать во всем что-то что-ли более эстетское, более возвышенное. А, конечно, там, где зреет виноград, это вот прям совсем просто. Песня «Виноград», когда мы ехали на наше испытание, прозвучало раз семь, наверное, я уже водителю говорю, ну, пожалуйста, выключите вы ее, ну, пожалуйста. Да, мне нравится. Так а в центре совсем не столичного городка команду уже ждет ведущий Дмитрий Савин. Мы вам обещали испытания разного характера, да? Огонь, воду, медные трубы. Сегодня медные трубы. Сегодня вас ждет испытание публичности. То место, в которое вы отправитесь, ехать без подарков нельзя. Сейчас вы будете на них зарабатывать. Я вообще, если честно, из тех людей, которые танцуют на остановках, когда им только приспичит это в голову. Когда вы ехали в машине, у вас была подсказка. Я надеюсь, вы ее услышали. Где зреет виноград зеленый? Мы будем петь. Я раздам вам слова. Солодуха. Глаз, мужу выучить. Хоть бы это был Солодуха. Раздашь всем? Серьезно? Да. Это был ад, ад, под адом в аде. Ну, это было одище. Так что, удачи. Сегодняшний день это был именно самый стрессорный, самый тяжелый день для моего мозга, потому что это, ну, как-то на улице встать, спеть, вот все эти костюмы, все это, вот нелепость всего. На детские подарки прошу вас. Не уверен, что на Солодуху куплю? Ухваляю. Хоть два рубля кто-нибудь. Все лучше, чем Солодуху куплю. Я просто понимаю эту неотвратимость, осознаю и просто начинаю это делать. Делать? Ну, я не знаю, это, мне сложно описать, мне сложно описать это состояние, еще с этой песней, вот, вот, как будто бы все не то, но надо. Надо. У Рома Ковалевского вообще отношение к творчеству совсем другого масштаба, нежели то, что происходило сегодня с нами. Извините меня, стоять вот с этой вот группировкой. Отнимите ручки! Это для него мист. Десятый был стрэнт. Он без рейс! Виноград зеленый Необходимость выступать на улице стала шоком для еще одного участника реалити. Виталий учитель и он работает в этом самом городе. Это был и страх, и стыд, и позор. По мне вообще вы слышали, как я пел. Я же не умею петь, я не попадаю в ноты, вот, и слуха у меня нет. Было неприятно. Я даже старался натягивать кепку на глаза и не поднимать глаза, потому что мне было стыдно. Среди прохожих, которые подходили, я внимательно смотрел себя влиться, боялся, что будет кто-то из знакомых. Тем более, я боялся, что это будут дети, которых я учу, которые прихожу на уроки. Блин, разбудили детей. Там, где зреет виноград зеленый, там зреет виноград зеленый, бережно хранят. Я не мог себе позволить вот из этого ничего, вообще ничего. Мне кажется, просто бы сам бы себя расстрелял сразу бы за такие действия. Просто убил бы, разрубил бы на куски. Я просто отрицал это все в себе. просто взять, выйти на улице. Команда старается, но денег на подарки пока собрано немного. Необходим творческий прорыв. Солодуха! Я сошла! Солодуха! Я сошла! Солодуха! Олимпестр, помогите нам! Когда вышел Александр Солодуха, я просто не поверил. А еще когда Дина прокричала Александр Солодуха, я смотрю, не может быть. Да, он вышел с гитарой и все, я просто побежала к нему и говорю, можно вас обнять? Но он почему-то так отстранился и говорит, ну, только аккуратненько. Здравствуйте. Здравствуйте. Подни там еще жила моя любовь. Я не знаю, то ли я вообще ничего не жду, что мне постоянно поражает все, что происходит, но я на самом деле я не ожидал ни секунды, что появится Солодуха в кадре. Там, где зреет виноград, где злаще всех наград любой. Вот здесь, когда он начал петь с нами, мы все собрались, мы стали, мы стали командой. мы превратились из балагана в хор, который должен был заработать денег детям на подарки. Там мы встретились с тобой на перекрестке. Он стал с нами петь, все сразу начали стараться петь. У всех сразу какой-то голос, проснулся, какой-то слух, вообще медведь сухо сошел, все стали слышать музыку, попадать в ноты, все стали тянуть, что они все стали прям стараться так. Ну и вроде как там побольше стали подкидывать, конечно, деньжат, когда Александр к нам присоединился. Там, где зреет виноград, зеленый, где кусты, это поля. Но это оказалось реально просто. Я понимаю, что я могу это сделать. И, кстати, реально этот обмен, он был. Он был. Я чувствовал людей, я чувствовал их взгляд, интерес, и ничего страшного не происходило, ничего плохого не происходило. Там, где зреет виноград, зеленый, где кусты, это поля, и клёны на все. Да, я думаю, что я все-таки справился со страхом публичных преступлений. Я уже подпевал и знал слова, и даже поднял глаза и смотрел прохожим, которые смотрели на нас, и мне уже не было страшно. Пока горожане брали у Александра автографы, у команды спасателей нашлась новая забота. Заплакал мальчик, сколько ему, наверное, полгода всего, вот он заплакал от вот этого всего движения. Вот я подошел к нему и просто начал с ним общаться, даже не говоря ничего, а просто махать, играть вот этой игрушкой перед ним, извиняюсь, бубенчиком, который висит. Вот мальчик сразу, сразу увлекся, он перестал плакать. Возможно, эти испытания должны были подчеркнуть какой-то моральный аспект нашего существования, потому что возможно, кто-то и готов одновременно стоять и с протянутой рукой и протягивать эту уже неоскудевающую руку, дающего другим. Пятеро оставшихся участников команды спасателей продолжают каникулы вслепую. Этим утром воздушные змеи помогли забыть о вчерашних проблемах. У меня летит крокодил. Ребята выбрали себе костюмы, придумали сказку для малышей, а на городской улице заработали на угощение детям. Сказку нужно подарить воспитанникам дома ребенка. Войти в вагоне либо залезть в ледяную воду для меня намного проще, чем было сегодня выступать перед детьми. Не страшно вот это? Не волнуйтесь, все будет хорошо. когда вышли такие маленькие беззащитные вот эти создания, я ну я растирался и единственное чувство, которое было, это чтобы не напугать их. Какие красивые дети к нам идут. Ну у меня такой трепет в душе, я не знаю просто даже как это объяснить. меня вообще это очень сильно пугает. Недведь. Недведь. Недведь, представляю нас. Только тихо, Ромка. Добрый день. Хотите услышать сказку? Да. Здорово. А хотите сказку о принцессе, ведьме, человеке-пауке и лесном мудреце? Мудреце. Хотите? Мудреце. Здорово. Тогда давайте начнем. Я сразу выделил мальчика Максим. Когда Рома спрашивал, ну как медведь, он спрашивал, ну хотите послушать сказку? Вот он громче всех на таком позитиве сказал, да, хотим. Его было так слышно вот мне, он меня прям вот как растопил, расслабил. Я его очень хорошо запомнил. Я Мишка косолапый. Лет сто уже в этом лесу живу. И избушка моя здесь столько же лет стоит. Чьи-то легкие шаги послышались. Кто же это к нам идет? Здравствуйте, детишки. Вы все такие красивые, нарядные сегодня. Я когда увидела их горящие глаза, как они нас рассматривают, я чувствовала все ответственность, что мне нужно их не подвести и оправдать, надо их повеселить. У вас не будет глоточка водички, ни у кого, детишки. А чьи-то злые шаги послышались. Нету, ну пойду поищем. И знакомые такие. Кто же это? А меня зовут ведьма, я злая колдунья, и сейчас я нашу принцессу заколдую. Если бы я не знала, что мы в детском доме, я бы подумала, что мы в детском саду. Совершенно обычные дети, красиво одеты, аккуратные прически, глаза горящие, интерес в глазах. Вот дали жажду моя принцессочка. Спасибо, бабушка. Спасибо. Ой, я поплохи. Одной из самых главных моей мысли было то, о чем говорила еще мама, когда-то мне глубоко в детстве, о том, что дети чуют даже минимальную фальшь. И если бы эти дети ощутили ее в нашем выступлении, они бы просто не приняли, и все наше выступление просто покатилось бы по наклонной. Это было бы, конечно, ужасно, но эти сомнения рассеялись в первые же минуты, потому что дети начали взаимодействовать даже со мной на самых начальных этапах нашей сказки. Как же расколдовать-то бедную принцессу? Что же делать? Как думаете? Да? Ну давайте тогда позовем. Человек-паук, а где же ты? Звали меня, аль-беда случилась, аль в гости просто зовете. Я просто упал на колени перед ними, чтобы просто стать одного роста с ним, чтобы их не напугать. В тот момент я уже не видела, не видела ничего, что происходит вокруг меня, не видела ребят, с которыми должны выступать. я просто говорил, что должен был говорить, и смотрел вот в эти глаза, и полностью окунулся. Только покажите, куда ведьма убежала, где искать ее? Где ведьма? Туда! Туда! Главная мысль нашей сказки это то, что любовь, она всегда побеждает зло. Нужно идти вместе, держать за руки, и вместе можно добиться всего, чего захочешь. Будете помогать? Да! вместе в ручки похлопаем. Давайте похлопаем в ручки. А теперь давайте ножками потопаем. Потопаем ножками, потопаем, потопаем. Я вот смотрю там вот, а при себя думаю, что у него нет вот этого тыла, нет вот этой помощи, которая у меня была всегда. Поддержка, помощь родителей, любовь безоговорочная. Здравствуйте, ребята! Мудрец я из леса. Я просто понял, что все мои претензии вообще к тому, как все складывается в моей жизни, это поблекло просто на фоне вот этих детей. Спички? Детка, мне игрушка. Мы ведьму по-другому прогоним, спрячь их. Я вообще очень много чего знаю о детях из детского дома, потому что я очень давно интересуюсь этой темой. И я даже, наверное, год назад маме сказала, что я бы хотела, и я чувствую, что я должна, и я бы хотела, и я могу усыновить ребенка из детского дома. На что она мне сказала, Наташа, ты вообще понимаешь, какая-то ответственность. ведьму. Все, спасли меня, сделали из меня добрую волшебницу. Спасибо. И, наверное, я все-таки так и буду держать свои позиции, и когда-нибудь у меня все-таки будет ребенок из детского дома, потому что просто я так чувствую. Кто хочет моего коня подержать? Держи, держите. Пожалуйста. на здоровье. Ну, давай бусечку. Опа! Ты молодец какой! Спасатель! А когда подбежал один мальчик и поцеловал меня, вот я в этот момент даже просто еле сдержал, чтобы не пошли слезы и не расплакаться. Ой, спасибо, детки! Ребятки, идемте, разбирайте подарки! Это от нашей команды! Держи! Держи! Я просто вообще не понимаю, как так распределяются законом природы, что те семьи, которые любят друг друга, мечтают о детях, не с десятилетиями их не могут получить. Не знаю, мне вообще это все... Это безумно сложный день сегодня был. эмоционально, серьезно, я вам серьезно говорю, мне намного проще бежать в бойцовке. Очень-очень обидно за этих детей. Я считаю, что каждый ребенок достоин мамы. Когда представление завершилось и подарки были розаны, команда захотела пообщаться с детьми еще. А как он стреляет? Сегодня теперь волшебный самый настоящий. Давай мы тебе личико вытрем. Вытрем личико, да? Вот так. Вот будешь красиво. За сегодня я поняла, что нужно обращать внимание все-таки на такие очень тонкие вещи. Если я вижу в соцсетях какие-то рекламы «Помогите инвалидам» и так далее, там подобное, я не обращала на это внимания. Я понимаю, что у меня такая брешь в этом вопросе, что мне ее нужно восполнять. У кого-то мамы есть, у кого-то мамы нет, но в любом случае они воспитываются в нашем учреждении и близкими становятся те сотрудники, которые с ними работают. И им очень радостно было сегодня услышать такую интересную сказку, увидеть таких интересных людей. Спасибо большое. Спасибо. Мне кажется, что после этого проекта мы вряд ли сможем вернуться к предыдущему скрытому, стянутому в корсете условностей состоянию. Я вообще поддерживаюсь той точки зрения, которая была высказана еще в фильме о Мэри Поппинс, потому что сейчас лист тот, в ком детстве есть. И на самом деле это правда. Мэри Поппинс сегодняшняя серия это спасение душе. У вас есть еще вопросы ко мне? Потому что душа, сила духа это самое важное в человеке. Человек может быть больной, чем ты обделенный. Самое главное, что он ощущает в жизни. Надо быть счастливым, несмотря ни на что. Мне хочется еще раз приехать к ней, еще раз увидеть этих детей. Я обязательно это сделаю после проекта. Сегодня самый эмоциональный день на проекте. Участникам понадобилось вернуться в детство, чтобы придумать и подарить сказку малышам из дома ребенка. А подарки пришлось зарабатывать выступлением на городской улице. Премьера сказки прошла успешно, но и на следующий день все обсуждали эмоциональные качели, которые некоторых выбили из клей. На помощь команде пришла психолог Светлана. И отталкиваться я буду от тех сказочных персонажей, которые вы вчера по той или иной причине выбрали и присвоили себе. Нам кажется, что мы просто всего лишь там выбрали платье или там костюм кого-то или чего-то. Но за этим, за всем стоит серьезная работа нашей психики. Было интересно послушать интерпретацию вот этих образов архетипов, которые она озвучивала, которые мы бессознательно выбрали. Человек-паук он невзрачная личность в школе, а щекар и ботаник. А когда одеет эту маску паука, становится героем. Несмотря на то, что, в общем-то, Виталик сейчас выворачивает наизнанку какие-то свои внутренние противостояния, как он говорит, двух личностей, я его со стороны воспринимаю как абсолютно целостную личность, самодостаточную, сильную, крепкую и гармоничную. Наташа увидела в костюме волшебницы символ собственного пути на проекте. И, наверное, вот этот колпак сверху был для меня своеобразным панцирем, как для черепахи, в который я села и просто за него никого не пускала. А потом, со временем, проходя весь проект, я поняла, что мне это совершенно не нужно. Вокруг меня люди, с которыми я могу действительно открываться и быть доброй волшебницей, и мне совсем не обязательно прятаться за эту шапку. Роман Ковалевский прочитал в образе лесного мудреца свою тягу к новым знаниям. А Роман Гамеза посчитал случайностью то, что ему достался костюм медведя. Но так ли это? Персонаж мне достался вообще случайно, потому что я вообще человек сам по себе неторопливый. А где мы видели, скажите, пожалуйста, в природе торопливых медведей? По утрам из берлоги не любят власть. И все прям про Рому, все прям про медведя. Сегодняшний день подарил мне ощущение того, что я принцесса и диск Александра Солодухи. Собственно, ручно подписанный в кадр. Есть кадр? Образ принцессы транслирует нам исключительно демонстративную личность. за этим тоже что-то стоит. За желанием надеть корону и всем ее демонстрировать до самого вечера. Вне зависимости от исполняемой тобой роли мы будем тебя любить. Спасибо, дорогая. День за днем мы снимаем вот эту шелуху шелуху искусственной жизни, шелуху интернета, которая на нас нависла. Но вернемся с командой на поляну. День сюрпризов и откровений еще не закончился. Ну что, где вы ходите? Где же вы ходите, а? Где же вы ходите, а? Это желтое счастье. Мы ждем вас уже. Готов шашлык? Шашлык? Присаживайтесь. Шашлык! Присаживайтесь, поболтаем. Это вы специально растягиваете наши желудки, чтобы мы потом голодали. Присаживайтесь, пообщайтесь. Это жениха. Ну, на минуточку я отключилась, перестала дышать. Да, сегодня очень контрастный день. Сначала все вот весело было. И на подъеме с песни, а потом мы поехали в детский дом делать детям подарки. И там немножко уже немножко по-другому было. Эмоционально подбились мы. Эмоционально по-другому. Как для меня это, наверное, было сегодня самое сложное испытание. Я в огонь могу спокойно идти, в воду упаду, но ничего страшного. Сегодня идти перед людьми петь. Сегодня было испытание эмоций И детей было вообще страшно. Да, сегодня мы были спасателями души. И отчасти, отчасти, наверное, в первую очередь, это свои. Но нужно поговорить о номинации. Да, да. Вторая половина проекта пошла, пошла вторая рука у меня. Чем меньше у нас остается, тем меньше ногтей у меня остается на руках. Тем меньше пластины у меня на ногтях. У меня две новости. Одна хорошая, другая не очень. Хорошая. Номинантов у нас не будет. Но один человек нас сегодня покинет. поедет домой. И это будет Александр. Ну, а пока, я прошу всех за стол. Я прошу всех за стол. Будем кушать и наслаждаться шашлыком. Я думаю, что Дима сегодня не объявил номинацию, потому что у нас был очень душевный день. Невозможно было сегодня кого-то отпустить. Невозможно было сегодня за кого-то проголосовать. Это бы просто разбило наш душевный день. Смотрите, как необычно, да? Вчера министр, сегодня Александр Солодуха. Я же говорю, мы закончим на Генеральной Ассамблее ООН, честное слово. Но когда мы сели за наш этот богатый стол, начали общаться, я открыл для себя этого человека. Настолько душевный, настолько простой. И он продолжил эту нашу терапию общением. Александр, у нас сегодня было испытание, которое нам назвучили, как испытание публичностью. Что вы можете рассказать о своем опыте испытания публичностью, когда вы стали известным человеком? Как вы справлялись с этим? И было ли это для вас временем вообще? Ну, вообще за 30 лет работаю на профессиональной сцене было много всего. И взлеты, и падения, и большие взлеты, и большие падения. Самое главное, никогда не упасть. Вот я совершенно не предполагал, что на этом проекте все будет происходить так. полнейшая перезагрузка, форматирование матрицы. Все по-другому. Ну, а испытание славой, конечно, приходится проходить любому публичному человеку. Наверное, именно в этот момент он и проверяется. Выстоишь, пойдешь дальше. Не выстоишь, к сожалению, поломаешься. И он говорит, я понимаю, что это все мои мысли о том, что человек сам создает свою судьбу в ответе за себя, за то, что с ним происходит. Нужно видеть в людях добро и проявлять добро. Если тебя что-то не устраивает, промолчать и отпустить. И какие сейчас вы? Вы сами чувствуете какую-то разницу? Ощущаете изменения в себе? Обострилось чувство жизни. Особенно сегодня это было ощутимо, когда мы оказались в городе в реальной обстановке, где гуляют люди, где есть вывески, где есть реклама, где звуки города ты слышишь. Здесь в лесу ты как будто в капсуле. Я ощутил, например, сегодня в городе агрессивное воздействие внешнее, которого здесь нет. Нет, мне не хочется домой. Мы настолько с ребятами сплочились, по-моему, мы все вот пятеро, которых у нас осталось, мы из одного теста. Да и вообще, мы как-то между собой все тоже говорим, ой, это из прошлой жизни, вот сейчас у меня другая жизнь. А я это все называю гражданка. Вот вернусь на гражданку. Нет, ну как-то мы так между собой, это было в прошлой жизни, вот эта жизнь у нас другая вообще. Ну вот, вообще другая. Ну вот, я уверен, да, что вы не жалеете, что вы сейчас здесь находитесь. Абсолютно нет. Каждый день это падает. Как здесь. Мне кажется, хорошо, что вы проходите эту школу жизни, вот. Обязательно каждому молодому человеку, парке, девушке, желательно пройти ее в начале пути, для того, чтобы закалиться и быть готовым к любым трудностям, к любым испытаниям, к любым препятствиям. первое, что мы делаем в течение дня в обычной жизни, это засовываем уши в уши и пошли дальше. Сели там, кто в метро, кто в машину, поехали на работу. Надо, наоборот, быть максимально осознанным и не отключаться, не выпадать из реальности. Вот давайте на чистоту. Вот если бы вы, когда подавали заявку на этот проект, знали, где все будет происходить, вы бы... Да, 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 три раза, да. Зная где, зная с кем, это не знаю, чего-то... А мне что нравится, что у всех глаза светятся. Ужинали нам очень интересные истории рассказывал Александр. Прям ели из одной тарелки, прям пили один виноградный сок, ели один виноград, все было так по-простому, по-свойски. Предложили ему остаться, а он что-то отказался, комары ему наши не понравились. Комары, комары, бог с ним там, да, мороз, мороз. Красное, красное. Сырое мясо, сырое, да. Ноги замерзли, спи. Девиз нашего, по-моему, это жизни в палатке. Прошу, там где зреет. Все взяли по одной. Вечер прошел удивительно хорошо, и это было здорово. Я сам находился в очень хорошем расположении духа. Жить не можем друг без друга, за мечтой спешим сквозь югу и по звездам держим курс на облаках. Пусть твердят, что не бывает навсегда, но мы-то знаем, но мы-то знаем, что любовь живет пока в руке, рука. Ведь ты, моя одна, родная, сердце тает, и никому любить сильнее не будет больше никогда. душа, душа моя одна, родная, время знает, находит кто-то и теряет, а наше счастье навсегда, небо нас оберегает. Главный итог это то, что не нужно думать о том, что будет, что ждет, что было, а нужно наслаждаться каждым моментом и ловить этот момент, потому что ты не знаешь, когда ты уйдешь и общаться с теми людьми, которые с тобой рядом с надеждой, что это общение не прекратится. Я знаю. Да. Ну что, Александр, пора ехать домой? Да. Пришло время прощаться? Нет. Не отпускаем. Еще Алина Ночи с комарами. Вам не понравилось здесь. Вы же сказали, уютно, комфортно, березовая роща. А это в следующий раз. Будьте здоровы. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Спасибо вам за песню и за мудрые слова. Спасибо. Держаться, идти и не сдаваться. Спасибо большое. Сегодня никто домой не отравляется. Так что отдыхайте, наслаждайтесь. Спасибо. Пока. Блин. Как же офигенный шестерикат. Обнимашки спасут мир. Лишние слова здесь не нужны. Это первый день на проекте, который обошелся без выбивания участников. И тем сложнее будет принятие решения на следующем костре. После него кто-то точно отправится домой. И для того, отопленоermaid. Потому, что отоплено Valerie. Продолжение следует...